Давайте мы начнем с базового такого понятия То есть если мы говорим о христианстве Значит нам нужно понять, что это такое То есть откуда оно берется Откуда оно берется, кто знает Откуда взялось христианство? Христианство взялось, правильно, от Иисуса Христа То есть все то, что мы изучаем В Библии вообще говоря Мы изучаем личность Иисуса Христа Именно Иисус Христос Основатель учения, которое называется христианство Теперь, кто помнит Кто такой Иисус Христос И что его отличает от обычного человека Был ли он обычным человеком Либо он был необычным человеком Начнем с этого У него необычный папа У него необычный папа И необычное зачатие уману Да, то есть необычное зачатие уману Папа Иосиф, да, есть плотский папа Есть духовный папа, необычный И называли Иисуса Христа Сыном Божий Как называет Иисуса Христа сама Библия То есть мы можем долго рассуждать Сын Божий Слово Божий Давайте запишем Ирина назвала Сын Божий Какие еще названия, Люда Наташа, если знаешь, тоже давай Ключ к пониманию Библии Надо знать Главный ключ Кто такой Иисус Христос? С чего начинается Иван Глиатана, первая глава? Люда, это летят повторения Сын Божий Ирина, еще, кроме Сына Божьего Слово Божье Истина Истина, правильно Истина Или Божье Слово Вот здесь начинаются непонятки То есть сама непонятная эта концепция, да? Давайте мы прочитаем Иван Глиатана, первая глава Самый первый стих Прочитает его нам, давайте, Ирина Иван Глиатана, первая глава, первый стих В начале было Слово И Слово было Убомо И Слово было Бог Ага, значит, речь идет о Слове Итак, Слово Какие у него качественные характеристики? Что оно было? Где? Как? Слово Какие качественные характеристики в этом стихе? С чего начинается стих? Сначала было Слово Что оно первое В начале В начале В начале То есть Слово это Оно в начале всего То есть база всего того Прежде чем что-то стало Вот было вот это Слово В начале Окей, следующее Какая еще качественная характеристика в этом стихе? Мультик Прошло Майкл За такое поведение еще поощряйте? Майкл Если ты будешь себя хорошо вести, мама, я поставлю тебе чебурашку Хочешь? Еще раз спроси вопрос Еще раз вопрос Следующая качественная характеристика из этого стиха Что описывает Слово? Что мы узнаем о Слове? Свет Что Слово было Бога У Бога оно было Не у кого-то, а у урона Да У Бога И третья его характеристика из этого стиха И само Слово было Богом И Слово Оно Бог Да? Итак Давайте мы прочитаем теперь это же глава 14 стих И Слово стало плотью и обитало с нами полная благодать и истины И мы видели славу Ему, славу как единородного от Отца Угу Итак, что мы узнаем о Слове из этого стиха? Ну, удивительно Что? Еще раз спроси Что мы узнаем о Слове из 14 стиха? Что оно было не просто Слово, а уже плотью Это Слово То есть вот это же самое Слово, да? Вот это Слово Оно стало плотью То есть оно воплотилось Плоти, да? Окей Дальше Какое оно было? Что оно делало, это Слово? Оно обитало с нами Обитало с нами, да? То есть было среди людей Дальше было оно полной благодати и истины И люди эти, которые сейчас свидетельствуют, говорят, что мы видели Его Слову Какую Слову? Единородного от Отца То есть вот по этой формуле, да? Вот такая вот Слава была У этого Слова Скажите, пожалуйста, когда вам говорят Слово Как вы себе это представляете? Слово? Да Что это такое? Набор звуков Что это такое Слово? Набор звуков Набор звуков А если Слово записано вот так вот на листочке? То есть это же тоже Слово? То, что нам дает Бог То, что идет от Бога Всякое ли Слово идет от Бога? Нет, конечно Когда мы говорим о Слове Что именно мы подразумеваем? Я хочу вот это вот Как это с современным языком? Потому что нужно понять Самое первое, что мы подразумеваем под Словом Это информация, как говорит Ирина Слово – это определенная, выраженная информация Ну да Можно Словом порадовать Можно Словом убить Да То есть какая-то определенная информация Теперь скажите Вы немножечко так вот знаете Как бы про информатику То есть информация, она бывает Каких двух основных качественных составляющих То есть каких составляющих бывает информация Плюс и минус бывает электричество А информация какие бывает Из чего она состоит, информация? Информации фактически два состояния У любой Еще раз, люди Данные Данные, да Без разницы То есть мы определили Что слово – это какая-то определенная информационная такая Субстанция То есть это какая-то информация То есть там месседж какой-то в этом слове находится Информативный Вот у информации Что ее определяет? Какие у нее есть два главных составляющих? То есть она Форма и содержание Информации практически не может быть форма Ну почему? Смотря как выразить Ладно, мы берем тогда содержание То есть наше содержание Суть самой информации Если мы Возьмите информатику Это очень просто Ирина близка к ответу Но вот есть более четкий, правильный ответ Ну вот кто информатику изучает? Кто информатику изучает? Я более как человек гуманитарный говорю Поэтому у меня позитивный негатив Ну хорошо У любой информации есть два главных составляющих Это истина или ложь То есть вся информатика Она строится на двух основных принципах Либо что-то истинное, либо что-то ложно Итак, Библия учит нас Что вот эта вот информация Поскольку она от Бога пришла То есть она равно истина То есть этот месседж Который исшел от Бога Он есть истиной Как об этом свидетельствует Сам Иисус Христос? Кто помнит? Как Он себя называл? Я есть истина Я есть и путь И истина, и жизнь То есть Он всегда себя называл истиной Когда Он подошел к Понти Пилат И Понти Пилат на суде Уже перед распределем Спрашивал Его А что же есть истина? Иисус Ему даже ничего отвечать не стал Потому что Он стоял сам перед Ним То есть вот это вот Божье Слово Вот это вот истинная информация Исшедшая от Бога Та истина, которая была заложена в начале И давайте мы еще прочитаем С третьего стиха По пятый стих Давай, Наташа Я? Да, та же самая С третьего по пятый стих Сичи все через Него начало быть Без Него ничто не начало быть Что начало быть Днем была жизнь И жизнь была свет человека И свет хоть не светит И тьма не объявлена Спасибо Итак То есть это слово Это информация Это истина Иоанн говорит Все, что начало быть То есть вся Вселенная Она у нас устроена По истине По законам истинным Ни по одному Из ложных законов Ничего в Вселенной Не существует Это Имеется в виду Законы главные Никакие-то там Нет Ну написано Все вообще Вот все, что начало быть Вот что начало быть Вот все то, что есть Определенно Сто процентов Вот например Вот есть стол деревянный Мы говорим, что это стол деревянный Вот истина Она в том, что это стол Он действительно деревянный То есть любая ложная информация Она не приводит к бытию Понимаете? А вот по истинной информации По истинным законам Основана вся Вселенная То есть все, что начало быть Оно сделано вот на основании Вот этого слова По этим законам По этим правилам По этой вот конкретной информации Теперь смотрите Интересный момент Четвертый стих прочитала Наташа В нем была жизнь И жизнь была свет человека То есть это слово Оно приводит к бытию Да? То есть в нем заключается жизнь И в нем заключается свет для человека Свет здесь в образном виде Слово используется Или как визуальный свет Как вы думаете? Образный, конечно Свет для человека Да, это Нас просвещает истина То есть если Если мы хотим Быть просвещенными людьми Наше сознание должно быть Заполнено истиной Любая истина Она от Бога Бог называет Сыном Божьим Своим творением Своим детем Эту истину То есть Бог родил истину Вот Мы поэтому знаем, что он отец Он отец чей? Он отец истины В первую очередь Окей Кого родил сатана? То есть мы знаем, что у нас есть противник Кто помнит? Сатана отец лжи Сатана отец лжи Об этом говорит Библия То есть есть сатана Который производит Другого рода информацию Другого рода слова И это слово Оно отвечается В своей главной Качественной составляющей Оно не истина То есть оно неправда И вот этим миром лжи Управляет сатана Да? То есть вот этот вот Дуб как бы Он управляет Божьим То есть если наше сознание Состоит из лжи Таким образом В нас живет Сын сатаны Если в нашем сознании Живет истина Таким образом В нас живет Сын Божий Иисус Христос Являл собой Первого человека на земле В котором это сознание Вот это божественное Истинное сознание Оно воплотилось полностью То есть на все сто процентов Первым и единственным Первым и единственным В ком на сто процентов Оно воплотилось Да То есть написано Что это истинный Сын Божий Который мое благоволение Да? То есть Бог сам засвидетельствовал Вот это Итак И теперь давайте мы прочитаем Одиннадцатый и двенадцатый И тринадцатый стихи Друзья Отсюда же Ну давай Ирин Пришел к своим И свои его не приняли А тем которые приняли его Верующим во имя его Дал власть быть чадами Божьими Которые не от крови Не от хотения плоти Не от хотения мужа Но от Бога родились Ага Итак Значит это слово Это истина Оно приходит к своим Кто такие свои? Вы уже должны знать Верующие люди Это уже какие-то верующие люди Это те люди Которым уже были даны Какие-то начатки, основы Да Конкретно в случае Вот Евангелия Которую мы изучали То есть кто не принял Иисуса Христа Христиане не приняли Сами же верующие люди В том случае Израиле Христии, куманники, священнослужители Это современные пасторады И священники Вот То есть не приняли Вот Он пришел к своим А тем, которые приняли его Верующим во имя его То есть его имя Мы уже знаем, что это истина Мы когда верим Что вот это истина И принимаем это слово Да? Да Дал власть быть кем? Чадами Божьими Чадами Божьими То есть мы становимся Принимая истину Мы вот эту вот божественную Сущность Сына Божьего Мы принимаем всегда внутрь То есть в том случае Когда истина проникает в нас Она проникает в нас Верую Верую во имя Да? То есть мы верим, что это и есть правда Что это и есть истина Мы становимся верующими людьми Мы верим в то, что вот это действительно То, что Бог сказал Да? Истина проникает в нас И мы становимся Имеем власть быть Вернее, да? Чадами Божьими То есть в нас Начаток вот этот вот есть Помните, мы проходили Послание к Иакову Первая глава Как Иаков называл этот процесс То есть что Бог насадил нас Словом Дабы нам всем быть Начатками Его созданий То есть Бог как семечки Разбрасывает слова истины Истина прорастает И мы становимся начатками Его сознаний Подобными Божьему Сыну Да? Хорошо Тринадцатый стих Которые Не от крови И не от хотения плоти Не от крови Не от хотения плоти Не от хотения мужа Но от Бога Родились Как Бог рождает? Бог рождает? Как? Духовно Духовно рождает, да? Не по-человечески Но как люди появляются? Как люди появляются на свет? Зачатие Давайте вот из этого стиха Как люди появляются? Как тело наше появляется на свет? Муж хочет же Муж хочет От хотения плоти Хочет От хотения мужа Плоть хочет И это производит Потому что рождается Наша плоть Но в эту плоть В ней вернее Может произойти Второе рождение Какое рождение? С выше Рождение с выше Давайте вот мы здесь Напишем, что у нас Бог И Бог посылает Вот сюда вот истину Верую, да? Принимается эта истина И написано, что тогда Этот человек Он рожден уже Не вот от этого процесса А уже вот от этого То есть из плотского человека Он становится человеком духовным В тот момент, когда человек Принимает истину Внутрь своего сознания Он становится Тем подобием Которым он должен быть Подобием самого Бога Подобием самого Самой этой личности Это божественное Идеальное сознание Которое мы должны Все стремиться Давайте мы теперь откроем Первое послание Иоанна Первую главу Первое соборное послание Иоанна Мы его люди с тобой Как раз в прошлый раз Проходили подробно Но сейчас мы только Несколько стихов прочитаем Значит, это не Есть Евангелие от Иоанна А есть первое Соборное послание Иоанны Евангелие от Иоанна Это предыдущая история А Соборное послание Это письмо в церковь Какое глава Первое глава Ну давай, Наташа Ты прочитаешь О том, что было от начала Что мы слышали Что видели Своими очами Что рассматривали И что оседали руки наши Особие жизни Чтобы жизнь явилась Так, давай Подожди, паузу сделаем Итак То есть о чем Повествует Иоанн опять же О чем То есть вот этот стих Он начинает рассказ И он начинает вступление То есть что он будет описывать О чем он собирается повествовать Что было в начале Что слышали Что видели Что рассматривали Что оседали Ага И дальше, дальше, дальше Дальше О слове жизни О слове жизни Итак, значит Опять же Повествование идет То есть Иисуса Христа В данном случае Называет Иоанн Слово Жизни То есть это опять же Та же самая картинка То есть это слово Которое дает жизнь Как вы понимаете Как может слово давать жизнь Вот мы немножечко Этот момент давайте поярче То есть понятно Бог рождает истину Сатана рождает ложь Ложь может умереть А истина скажите Можем умереть или нет Нет Она живет Истина Она от начала То есть 2 плюс 2 Было равно 4 До создания Вселенной На протяжении всей жизни Вселенной И в вечности Это будет всегда 2 плюс 2 равно 4 То есть истина Она не умирает Скажите Когда умирает ложь Когда рождается истина Да То есть и при столкновении С истиной Поэтому и написано Что второе пришествие Иисуса Христа Когда Христос Убьет сатану Духом уст своих То есть в тот момент Когда истина придет На землю Во всей своей славе То есть ложь Будет побеждена То есть именно тогда Ложь умирает Когда она сталкивается С истиной Как только математик Узнает что 2 плюс 2 Это не 3,5 А 4 Все Ложные варианты Все отбраковываются Скажите Если мы хотим Жить вечно Во всяком случае Хотя бы вот так Вот наше сознание Чтобы жило вечно Из чего должно Мы знаем Что наше сознание Состоит из слов То есть из определенной Словоформы Из определенной информации Которую мы на протяжении Всей своей жизни Начинают рождение Впитываем внутрь Скажите Если наше сознание Состоит только из истины Мы можем умереть? Тело, да Тело может умереть А сознание? Ну если полностью Сознание из истины состоит Истина никуда не девается? Истина никуда не денется Из вселенной Как она была Так и есть То есть тело горло А мы еще А истина, да То есть в нас Мы должны понимать Чему учит Библия Библия учит Что есть тело душевное Или земное Написано Сделано из земли Вот все Все, что у нас есть Это из земли Мы едим помидорки Огурчики Которые из земли вырастают У нас все вещества Они строят тело Давайте мы его запишем Так вот нарисуем Наше тело Маркер не пишет А есть то, что Бог Вдохнул в это тело? Вот это вот тело То есть Библия Называть его животными Или псами Называется Есть такой Еврей Называли людей Которых нет Божьего слова Псы Они как животные Если в человеке Как бы нет ничего святого Да? То значит Он животное Окей Однако Внутрь этого человека Может попасть Определенное семя Слово жизни Если это сознание Будет у человека Состоять только Вот из этого слова жизни Оно бессмертно Проблема вся в чем? Есть еще другой серитель Помимо Бога В нашу голову Проникает И разная другая информация И она становится частью нас Скажите Каким образом Каким образом Вот эти вот мысли Которые идут Например Ну вот эти мы напишем Ложь Какая-то Ложь Или еще что-то Каким образом Оно проникает в нас Почему оно тоже Становится частью Нашего сознания Потому что мы читаем Мы его принимаем Принимаем А как мы Точно Мы в это верим У нас есть Библия называется Что вот эта вот Вся информационная Как бы Вся наша информационная пища Мы ее потребляем Благодаря органу Вот этому веры То есть мы съедаем Вот эту вот информацию Она начинает нас строить То есть ты то Что ты ешь Да Вот из того Что ты ешь Вот какую-то информацию То во что ты веришь Оно формирует Твое какое-то там Сознание И в чем проблема Ни одного Нету человека И не было никогда И никогда не будет В котором В голове Находилась бы Только истинная Один единственный Был Иисус Христос И того не называют И того не называют Человеком То есть у любого человека Сознание состоит Частично из лжи Да? Или вы считаете нет? Мы так не считаем Мы считаем Мы так не считаем Библия называет ложь Простым словом Кто помнит как? Есть Ну вот смотрите Истина Да? Давайте запишем Истина Это Называется Праведность От слова правда Праведность А ложь Что? Мирское Правильно А ложь это грех Грех Погрешность От истинной информации От хлонения Определенное Да? То есть дьявол Он никогда Не Не сеет Так сказать Сто процентов Ложные семена Он всегда их Мешает С истинными Да? И поэтому Получается Его тактику Мы тоже проходили Под видом Белых овечек Пропихивается Как бы там Лжеидеи Лжеидеологи Вот именно Этот грех Смотрите Как говорит Апостол Иоанн Об этом Грехе Грехе То есть об информационном Грехе Да? То есть именно Ложь Какие-то предубеждения Неверные Они ведут Нас Неправильное Мышление Неправильные Слова Неправильные Поступки Которые Вполне Физически Ощущаем На греху Например Человек Бежит Начинает Стрелять Или еще Что-то Потому что У него Говорил Левый Идея Так Вот смотрите Апостол Говорит Я сам Прочитаю Ибо Все мы Много Согрешаем Кто Не Согрешает В слове Тот Человек Совершенный Могущий Обуздать И все Тело То есть Если Вот в этом Слове Вот в этой Информации Мы не Согрешаем Если она У нас Наполнена Голова Абсолютно Правильными Концепциями Правильное Как бы Правильное У нас Мышление Тогда мы Можем Обуздать Все тело То есть Все тело Оно Управляется Вот всем Тем Что находится Вот внутри Этой Черепной Коробки Понимаете Да Если мы Не согрешаем Здесь Значит Мы Не согрешаем В действиях Мы Не Прелюбодействуем Мы Не Крадем Или Еще Что-то Так Хорошо Итак Второй стих Давайте Прочитаем Вот отсюда же Первое Соборное Послание Анны Итак Как здесь Называют Апостол Иоан Иисуса Христа Жизнь Он его Называет То есть Это Слово Жизни В одном Слочи Он его Назвал А в следующем Стихе Он его Называет Даже Просто Жизнь То есть Вся Сознательная Жизнь Она и есть Это Слово То есть Эта Жизнь Она явилась Мы Видели Мы Свидетельствуем Говорить Мы Возвещаем Вам Сию То есть Вот Эту Вечную Жизнь В этом Слове Да Что Вечную Жизнь Которую Была У Отца И явилась К нам То есть Опять же Повторяется Эта же схема То есть От Бога У Отца И вышло Вот это Вот слово И завертелась Жизнь Хорошо Итак Вот Собственно Мы Разобрали Примерно То Кто Такой Иисус Христос То есть Мы Понимаем Что Когда Мы Говорим О Иисусе Христе Мы Не Говорим О Каком То Мужчине Который Жил 2000 Лет Назад Который Сел Написал Там Какую Эту Или Еще Что То То Библия Дает Оба Иисусе Христе Немножечко Более Широкое И не Совсем Такое С первого Раз Понятное Объяснение Того Кто Кто Это Вообще Есть И Почему Мы Должны Нам Вот Если Мы Поймем Вот Эту Простую Формулу То есть Библия Закрыта До тех Пор Пока Это Непонятно Истина Равно Иисус Если Мы Эту Формулу Не Понимаем То Мы Просто Не Понимаем О Чем Общая Речь Потому Что Мы Не Понимаем Что Такое Мета Тело В Котором Мы Все Находимся Как Органы Мы Находимся Все В Христе Что Такое В Христе Как Можно Быть В Христе Если Это Мужик 2000 Лет Назад Раскатый Начинается С С С С С Истина Это С Истина Это С С Почему С С С С С С С С От Бога От Бога Исходит Истина Только Единственный Вариант Информации Только Правдивая Информация Исходит От Бога Написано Что В Боге Нету Вообще Никакой Тьмы То есть В нем Нету Ни Одной Единой Капельки Какой То Лжи Поэтому Если Мы Хотим Быть Детьми Божьими Его Образом Подобим В нас Не Должна Быть Первую Очередь Лжи Ложь Это Основной Противник С Которым Болятся Христиане Хорошо Итак Истина В Иисусе Христе У нас Есть Теперь Запись Евангелия Его Учениках То Как Эта Истина Вела себя Здесь На планете Если Мы Хотим Подражать Идеальному Человеку Мы Хотим Быть На него Похожи И так Дали И тому Подобное Мы Должны На него Как-то Смотреть От него Учиться Для того Чтобы Уподобляться Ему То есть Христианин Это Фактически Тот Который Пытается Мы Знаем В греческом Я переводит Христианин Маленький Христос То есть Христос Хочет Быть Таким же Как вот Он То есть Хочет Получить Чтобы В его голове Была только Истина И Вел он Сюда Только Праведно И был Настоящим Сыном Бога Чем Занималось Вот это Истинное Божественное Сознание Будущее На земле Что вы Знаете Из Того Что Проходили Из Евангелия На что Оно Тратило Своё Время Свою Жизнь Как Оно Себя Вел Волош Что Именно Такие Учил Других Правильно Когда Маленький Был Не учил Когда Маленький Был Не учил Начал Учить Только После Крещения С 30 лет На учеб Служение Итак Учил Других Как Размножается Истина Размножается Словом Через Ученичество То есть Ученичество Это то Как Бог Рождает Детей Как Он Их Насаждает Зачинает Выращивает И Веливере Происходит То есть Они рождаются Будучи Верующим В истину Учил Других Хорошо Еще раз Что делал Он Лечил Более Более Собирательный Возьмем То есть Он Лечил Помогал Заботился И так далее И тому подобное Мыл ноги Показывал Личный Пример Можно Так Доброе Дело Дело Да То есть Сам Жил В соответствии Со своим Учением Показывал Пример Каков был его личный пример Праведность Праведность То есть Никакого Компромисса С грехом Совершенно То есть Очень часто Мы когда живем У нас Периодически Возникает То что называется Искушение То есть Где-то мы можем Здесь что-то Собрать Урвать Где-то мы можем Здесь что-то Приукрасить Где-то мы можем Здесь Что-то такое Иисус Христос Жертву за грех других То есть Проявление любви Полной В полной мере То есть Как мы называем Ну да Это Назовем Искупительная Жертва Я это понимаю Так Что он Время уже Очень можно Нет Чтобы Показать людям Что То О чем он Говорил Стоит Вот этой Жертвой Стоит Его жизнь Он За свое Слово Отвечал За базар Отвечал Своей же Собственной Жизнью То есть Он При этом Когда Петр К нему Подошел И говорил Ну господи Ну давай мы сейчас Куда-нибудь Скроемся Ты хочешь Того что хочешь Человеческая А не Божья Отойдет Не о сатанам Как рассказал Одно Своих учеников То есть Он Хотел Чтобы По его же Собственным Законам Прошла Вся его жизнь И он готов Действительно Умереть Но он готов Умереть Не только За свое Собственное Слово Но он еще Готов И принести Искупительную Жертву За грехи Других людей То есть Это Прощение Плюс к этому Понимаешь То есть Не только я Такой хороший Правильный А я еще Всех вас прощает Да То есть Вот это Искупительная Жертва Я готов Умереть Несмотря на то Что я истинно Буджицы Будут жить Я умру Хорошо Я не знаю У тебя Если В индуизме В буддизме Есть такое Понятие Бодхисаттва Оно очень Похоже По смысловому Значению То есть Это Когда человек Выстегает Сознание Будды И отказывается От принятия Нирваны Умирают Ради того Чтобы спасти Всех живых Существ Есть Такое Буддийское Вся Короче Это Вот это Божественное Сознание Иисус Христос В тот момент Это как Как рыцарь Как царь Который Он знает Он готов Умереть За свое Государство За то Чтобы Утвердить Эти правила Изо всех Его жителей Как капитан Корабля Который Ведет корабль И он Готов Погибать Вместе С кораблем Или еще Что-то Такое То есть Вот это Самопожертвенность Борьба С грехом До последнего И готовность Отдать себя Ради Искупления Всех Чтобы этого Греха Не было Потому что До тех пор Пока в человеке Находится грех Пока грех Не искуплен Он не может Выйти из вселенной Он не может Куда-то исчезнуть То есть Грех передается Туда-сюда И его нужно Только простить Двое человек В семье ругаются Один зло Одному сказал Другой другого Один одному Отомстил Другой другому Око за око Зуб за зуб Зло не заканчивается В какой момент Заканчивается зло Когда один Прощает И молчит Когда один Жертву приносит То есть Он просто принимает Внутрь на себя Все эти стрелы Его бьют Плюют И так далее Он прощает Все Зло вышло То есть Это единственный Вариант Как зло Уходит из Человеческого Отвора Искупительная Жертва Так Так Для того Чтобы учить Других Мы видим В Библии Очень много Происходит Иисус Христос Он делает Различных Различных Заявлений Громких О том Что Он Такой-то Такой-то И так далее За что Люди Не понимают Как так Ты разве можешь Это все делать И так далее Происходит Множество чудес И так далее И тому подобное Для чего Это было все сделано Почему Иисус Христос Всегда старался Начинать с того Что он старался Утвердить Свой авторитет Среди людей Чтобы они Поняли Кто он Есть такой Вот это Одно из Того Что больше Больше всего О чем он Беспокоился Чтобы люди Поняли Кто он Такой Как вы думаете Для чего Ему нужно было Столько времени Посвящать На то Чтобы утверждать Свой авторитет Среди людей Веру укрепить Веру укрепить Веру укрепить Да Чтобы обратить На себя Внимание Обратить На себя Внимание Чтобы люди Его услышали Чтобы поверили Чтобы поверили Слово Слово божье Слово божье Именно А не Человеческое Поэтому Нужно было Что-то Итак Мы опять же Имеем дело С каналом Передачи информации Ты Люда Видишь Здесь внизу То есть Любой информационный Обмен То есть Если мы хотим Насадить в человека Слово Передать ему Слово Которое Пришло нам Например От Бога То есть Мы носители Вот этой Божественной Какой-то Информации И мы хотим Ее передать Другому человеку Например Носитель Божественной Информации Какой-нибудь Математик Который Хочет Донести До другого Какую-нибудь Теорему Ферма Или еще Что-то Такое Сто процентов Что мы знаем Что истинно И доказано Как Ведет себя Этот человек Он думает Что это Вот такой умный Он думает Что он Не светущий Ему вообще Плевать На эту теорему Да Ему еще Плевать Пока На эту теорему Поэтому Как В обществе Это происходит Что делает Первый Для того Чтобы Вот этот Начал его Слушать Значит Приводит Всякие Доказательства Своей формулы Расписывается Нет Начинается Все С признания Авторитета Человек Выходит На сцену Или там На лекционный Какой-то зал И говорит Я профессор Такой-то Такой-то Или я там Ученый Такой-то Такой-то У меня там Я там Нобелевский Лауреат Или еще Кто угодно В этот В этот Момент Включаются Уши Если Мы Не признаем Авторитет Говорящего Нам Человека Нам Его слова В голову Не попадут То есть Мы считаем Что он Что-то Ерунную Какой-то Может Сказать Или еще Что-то Такое А если К нам Заходит Человек И мы знаем Что это Действительно Умный Человек Что Действительно Как Что его Слово Стоит Стоит Чего-то Тогда мы Его начинаем Слушать У Иисуса Христа Была Особенная Позиция Ему Нужно Было Объяснить Людям Что Слово Которое В нем Это Божье Слово И что Он Есть Божий Сын И его Нужно Слушать Как Никого Другого Просто Напристо Что В нем Слово Жизни Заключено И он Хочет Его Передать Именно Поэтому Иисус Христос Со Всякими Написанными Знамениями И так далее И тому подобное Все эти знамения Были нужны Для того Чтобы у людей Открывались Уши Чтобы они Могли Это Где-то В себя Впитать В одном Лишь Месте Иисуса Христа Хуже Всего Слушали Вы Помните В каком Именно Льда Не помнишь Суд Христос Сказал Что Не бывает Пророк Поругаем Нигде Кроме Как В своем Отечестве Нет Пророка В своем Отечестве Мы имеем Русскую Пословицу Теперь От этого То есть Эти люди Они знали Иисуса Христа По плоти И вообще Ничего От него Не приняли Потому что Это разве Не сын Вот этого Иосифа Плотника Разве Не с его Братьями Братьев И сестер Мы там Знаем Не сын Ли Это Мария И написано Что Ничего Он Не сотворил Никаких Этих Совершенно Изменений В Дифлееме Не произошло Никто Не покаялся Ничего Не было То есть Его не признали Его авторитет Потому что Они знали Его по плоти Ученики Очень много Иисус Христос Сам никогда Не говорил Вы за кого Меня Помните Вот этот Момент За кого Почитает Меня Народ Спрашивает Иисус Христос У Петра И Петр Ему Что Отвечает За сына плотника Кто-то принимает За пророка Кто-то Еще за кого Еще за кого Иисус говорит А вы за кого Меня принимаете Что тогда Им ответил Петр За сына Божьего Петр сказал Ты есть сын Божий Иисус Христос Блаженна твоя очередь Ибо Не люди тебе это Открыли Сам Бог тебе Открыл уши К тому Чтобы слышать Ученики Иисуса Христа Те которые Приняли его авторитет Вот это Его окружение Двенадцати Те которые Были вокруг него Они впитали в себя Большее количество Информации И поэтому Они называются Его учениками Именно они Начали распространять Эту информацию Они стали жить Точно так же Как Иисус Христос Они подвязались Против греха До смерти Все практически Кроме Иоанна Были убиты Там распяты Отрублены головой И там Вверх ногами И тому подобное Они научили Первых христиан Этому учению Движения Христиане страдали Началось гонение И тому подобное Вплоть до того Когда Константин Принял Христианство Как одну из государственных Религий И перестали сгонение На это ушло Триста с лишним лет Но после этого Христианство Началось записать И превратилось Человеческую структуру Итак Ученики Те кто Больше всего Восприняли Его Авторитет Давайте мы Прочитаем Еще Вот этот Вот момент То есть Ирина сказала Что он Учил других Если мы понимаем Что вот это Вот истинное Сознание Которое В себя Включает Оно Включает В себя Законы Физики Законы Химии По которым Состоит Законы Белологии И так далее И тому подобное Оно же Включает В себя И социологические И психологические Такие-то Законы Все то Как состоит Устроена Вселенная Мы это уже Прочитали Что все Через него Было создано Чему Это сознание Посвятило Свою жизнь Чему Научить Людей То есть Конкретно Какой был Месседж Для людей Для нас Чему он Учил Каким Законам Учил их Математике Нет Математике Не учил Первое Слово Слово Божьего Заповеди Вот Какая Область Скажем так Человеческих Знаний В какой Области Он больше Всего На обучение Праведности Праведность Это Законы Социальные Законы Психологические То есть Если мы Современным Законы Божьи Психологические Проблемы Праведность Внутри Меня Социальные Праведность Моя По отношению К другим Людям То есть Вот эти Вот наши Внутренние Наша Жизнь И Наши Социальные Взаимодействия Должны Быть Построены На Праведности Именно Праведности Учение О Праведности И Учению О Царстве Божьем Да О Праведности Что Такое Царство Божье Мы Проходили Уже С вами Много Раз Там где нет лжи Там где нет лжи Там где царь Бог То есть царит Истина Иисус Христос Сказал Царство Мое Не от мира Красиво То есть Мое царство Истины Оно Не у вас Не ответно В вашем материальном мире Среди людей И он учил Что чем больше В нас Праведности Тем больше Мы же можем жить В Божьем царстве Да То есть он говорил Ибо царствие Божье Не придет Видимым образом Ибо вот оно Внутрь вас Есть Помним Да Это Внутрь нас Насаждается Божье царство Это царство Правды Это царство любви Истины Света Знаний И тому подобное Как это Божье царство Может Функционировать То есть Мы можем это Каким-то образом Хотя бы его подобие Увидеть Это еще царство Которое уже можно На земле ощутить А не то Когда ты умираешь Там Не, не Я говорю о том Которое Иисус Христос учил о том Приблизилось Царство Божие То есть сейчас Вы можете Как бы приблизить его Мы восхищаем его Прикладывающую усилию Восхищает Написано Царство Божие Как именно Царство Божие Может быть Ближе к нам Как мы можем В его подобии жить Мы можем жить В его подобии Или нет вообще Каждый раз Забирать истину Если мы выбираем Отказываемся От греха И каждое наше Движение Каждое наше Действие Оно в соответствии С истиной То есть Оно по истине По правде Мы не врем Мы не уклоняем Мы не юлим Мы не изображаем То чего нет Мы откидываем Лжи идеи Которые не совпадают С Божьим словом То Царствие Божие Внутри нас Начинает жить Может ли это Царствие Божие Распространиться Наружу В семье В семье Двое людей Значит базовая семья Давайте так я нарисую Мужчина И женщина Если у того и другого Божественное сознание Если и тот и другой В праведности внутри И так далее Эти люди Они уже У них просто Благословенная семья Понимаете То есть у них уже Подобие Божьего Царства Они могут чувствовать Они живут в любви Они живут в истине В понимании В заботе друг о друге В готовности Любить друг друга В ходе до смерти В жертву То есть Это подобие Божьего Может ли это Божье Царство Распространиться Еще шире Чем семья Может И что говорит Библия То есть Как это Божье Царство Распространяется Вот на планете Как называется Совокупность Всех людей Носителей Носителей Хоть какого-то Подобия Божьего Слова В своих головах Каким словом Называется Во всей Во всей земле То есть Мы понимаем Что это Множество людей Есть В одном Там одно Нету ни одного Сто процентов Конечно Из истины состоящих Но есть очень много Маленьких таких Божьих детей Как называется Это тело Это тело Называется Христос То есть Это Христос Его текущее Тело Но Мы его знаем Под каким Названием Хорошо Что является Телом Христовым Написано Церковь Правильно Церковь То есть Не та церковь Которая Здание Или шапочки Или еще что-то такое Не суть Церковь Это собрание Верующих людей Вся совокупность Верующих людей На планете Верующих во что Во первых В истину То есть Те у которых Какие-то начатки Божественного сознания В главах Они составляют Из себя церковь И это уже Мета тело Такое Иисуса Христа Это уже не в одном Человеке Он живет А это же слово Он живет Как можно Больше Количества людей И написано Что мы каждый Друг для друга Как органы То есть Нет самодостаточного Человека Каждый друг с другом Связан И Дух Управляет Один и тот же Единый дух Единая вера Управляет Как бы всеми То есть Это вот Как большой рой пчел Когда на них так смотришь Такое ощущение Что имя какая-то Идея Какой-то дух Они все Они все знают Куда поехать Они это делают Бессознательно У юнга Есть целая концепция О коллективном Бессознательном Что коллективном Бессознательном Может управлять Массами Здесь же Тоже возможно Некоторые люди Они действуют И следуют Божьему слову Не всегда Сознательным Но главное Что есть Общее Движение Написано Что в определенный момент Произойдет чудо Когда истина Произойдет на 100% Во всех книгах Хорошо Итак Если Иисус Христос Посвятил много времени Обучению людей Передачи истине И тому подобное Скажите В чем Суть Чему Что Что за учение такое То есть Что он принес Иисус Христос То есть Истина мы говорим Из чего эта истина состоит Что нам говорит Библия об истине Если вот мы знаем Что вот эти вот Психосоциальные проблемы Он учит правильность И тому подобное Давайте конкретизируем Второзаконие давайте Откроем Пятая глава А вот У вас нету Маленьких библия Второзакония У тебя есть? Я к сожалению В этом году Говоря из других Я беру Второзаконие Потому что Это Верхий Завет Моисеев закон Знаменитые Десять заповедей Дайте Второй раз был дан Один и тот же загон То есть Бог повторил второй раз После падения Израиля Еще раз Мы заключили Это Завет Поэтому Второзаконие Итак Пятая глава Мы читаем Как ты говоришь Как она называется Это называется Книга Старозаконие Самое начало Верхого Завета Четвертая По-моему Книжка Пятая глава Пятая глава Давай я прочитаю С 6 по 21 стих Итак С 6 стиха Читаем Дает Бог Повеление Я Господь Твой Бог Который Велил тебя Из Египта Землю Рабство Пусть не будет У тебя Других богов Кроме меня То есть заповедь Нет других Богов Кроме Бога Одного Не делай себе Идола Никакого изображения Того что на небе Вверху Или на земле Внизу Или в водах Ниже земли Не поклоняйся им И не служи им Ведь я Господь Твой Бог Реднивый Бог Поклоняться Я хочу такие Ключевые Идолы Да Не поклоняться Идолам Надо не мучить Кошечку То есть идолы Кто такие это Творение рук человеческих Любые произведения Искусство Еще что-то такое Не делай себе Идола Никакого изображения Или какие-то Изображения Которые мы наделяем Каким-то определенным Сакральным смыслом Там что вот У этого изображения Ну нет У этого изображения Сакрального смысла Есть вот Бог Вот мне поклоняйся А идолам Не надо То есть так же В современности Есть идолы такие Которые мы поклоняемся На которые мы тратим Много времени Это всякие Любые вещи То есть Поклонение Как бы материальным Каким-то этим Машины Дамы А что угодно Я Господь твой Бог Ревнивый Бог Наказывающий Детей за грехи Отцов До третьего Четвертого Поколения Тех кто ненавидит Меня Но являющий Милость тысячам Поколения Тех кто любит Меня и соблюдает Мои повеления Мы знаем что Наш грех Передается по наследству Точно так же Как и наша праведность Она тоже передается Как благословение Нет Передается написано Передается по наследству Ну например Ты алкоголик У тебя у сына Есть уже Сполнение Это как болезнь Он переходит По наследству Воспитание Ты например Материшься И твой сын Начинает материться Ну это Передается по наследству То есть Бог Устроил так Что грех Передается по наследству До третьего До четвертого Поколения Написано Не используй Имени Господа Твоего Бога Напрасно Потому что Бог не оставит Безнаказанным Никого Кто использует Его имя Напрасно Ладно Давайте я не буду записывать Соблюдай субботний день Не используйте имя Бога То есть Говорите о том Что вот это вот Бог Когда Бог Здесь в свои отношения Никакого не имеет То есть Напрасно Мы не должны Употреблять То что Не от слова И не от Бога Это Нам не нужно Его имя Использовать Для этого Соблюдай субботний день Хрятни его святым Как поверил тебе Господь твой Бог Суббота твоему не делай В этот день никакой работы Ни ты, ни сын твой Ни дочь Ни слуга Ни служанка Ни вол, ни осел Ни какой другой Сход Ни через земли С твоих городах Чтобы твои слуга И служанка Могли отдохнуть Как и ты сам То есть Заповедь направленная На то Чтобы человек отдыхал Один день в неделю Иисус Христос Объяснил эту заповедь Что Суббота сделана Для человека Для того Чтобы ты И слуга И служанка И вол и осел Могли отдыхать То есть Нужно давать Отдыхать И себе И людям Помни Что ты был Рабом в Египте Господь твой Бог Вывел тебя оттуда Могучей длани И простерл ты рукой Поэтому Господь твой Бог Поведел тебя Соблюдать в субботний день То есть Мы никого не должны Заставлять на нас Пахать без выходных То есть Повеление такое Что одну седьмую часть В любом случае Мы должны оставлять Чтобы человек отдыхал Почитай своего отца и мать Как повелелел тебе Господь твой Бог Чтобы жить тебе Долгой благополучной На земле Которую дает тебе Господь твой Бог Не убивай Не нарушай Супружескую верность Не кради Не давай ложного Свидетельства На другого Не желай Жену ближнего Не пожелай Дома или земли Ближнего Его слуги Или служанки Его вола Или осла Ничего из того Что принадлежит Ближнему Вот эта зависть Вот это желание Обладать тем Что тебе не принадлежит Как будут против этого заповеди Итак Это Ветхий Завет Через Моисея данные Мы знаем Что Иисус назвал Все это лишь Тень будущих благ То есть Это лишь тень Настоящего Завета Как уточнил Заповеди Иисус Христос Кто помнит Люда Ты должна помнить Какие заповеди Он назвал Самыми главными Любить Бога Всем сердцем своим А еще? И возлюбить человека От самого себя И Рима у нас молодец Давайте мы откроем Матфея 22 глава Матфея 22 глава Иван для от Матфея 22 С 36 по 40 стих Давай, Люда, ты прочитаешь Вам слышно я? Какая заповеди? 22 С 36 стиха По 40 Учитель Какая наибольшая заповедь Законит Иисус сказал ему Возлюбни Господа Бога твоего Всех сердцем твоим И всей душой твоим И всем разогнением твоим Семья Есть первая И наибольшая заповедь Стоп Давай здесь сделаем паузу Итак Иисус говорит Наибольшая заповедь В законе То есть самая главная заповедь Которую Закон Так называли Моисеев закон Как раз в Израиле То есть это Итак Возлюбив Бога Причем как Истину Истину больше Истину больше Чем что-либо Другое Иисус сказал Кто возлюбит Или свой дом Или свою жену Или своих детей Больше чем меня Тот меня не достоин В тот момент Когда человек Делает Выбор Не в пользу Истины А в пользу Каких-то материальных вещей Своего благополучия То есть даже семейного Семейного счастья Он не достоин истины Истины В нем нет Он ее теряет Моментально То есть Наш выбор Должен быть Вот это вот Первая основная заповедь Мы должны любить Самого Бога Саму вот эту вот Истину Саму Все то Что происходит Поистине То есть Все его творения То есть В этой вот Заповеди Возлюбить Бога В принципе Заключена Вот эта вот Вселенская любовь То есть Любить Все Что от Бога Окей И вторая Подобная Говорит он ей То есть Она заключена Подмножество Можно сказать Первой главной заповеди Подобная ей То есть Такая Уменьшенный вариант Облегченный Да Какая Давай прочитаем Люда То есть Любить Ближнего Как себя Как Себя Если мы Все Состоим Из одних И тех же Органов В нас Течет Примерно Одна И та же Кровь Мы все Подвержены Грехам Один Одному Другому Другому Третий Третий Четвертый И так далее В нас Во всех Может быть Какая-то Ейственная И так далее Мы все Живем И существуем По одним И тем же Законам Мы Одни И те же Продукты Одной И той Природы Одного И того Жего Слова Да И даже Если В нас Живет Какая-то Ложь То мы Все Можем Быть Ею Заражены И каждый Из нас Подвержен Потому Чтобы Чтобы В нем Жила ложь Чем Мы Отличаемся От ближнего Ну вот У него Нос Там Такой же Желудок Такой же Он так же Есть Хочет Так же Хочет Чтобы Счастье Было Семейное Или еще Что-то Такое Бог Ставит Заповедь Очень Простую Уравнивание Вот Этого Любить Ближнего Как Себя То есть Вот Такая Любовь Если Мы Любим Ближнего Как Себя Мы Любим Его Детей Точно Так же Как Своих Мы Готовы Ему Помогать Во всех Нужных Этих Мы Не Не Крадем Мы Не Прелюбодействуем С Его Женой Мы Не Желаем Его Вала Слада И так Далее Мы Почитаем Отца И Матери То есть Внутри Вот Этой Заповеди Весь Моисей Закон Иисус Христос Говорит Что Он Уже Заложен На Сих Двух Заповедях Утверждается Весь Закон И Пророки То есть Весь Ветхий Завет Закон Ну Из нас Из Четверых Кто Выполняет Вот Эти Две Заповеди На Сто Процент А Ближнего Это Вообще Всех Ближнего Да Всех Да Там Есть Раскрытие Кто же Ближний Спросили Ученики Всегда Такие Неуверенные Как же Иисус Ответил Кто Ближний Да Мы Разберем Потом Эту Причь Кто Выполняет Кто Выполняет Кто Выполняет Ты Не Выполняешь Ты Выполняешь Ты Любишь Больше Сына Я тоже Не Выполняю Эти Заповеди Я Очень Хочу Выполнить Но У меня Не Получается Ну Не Всегда Я Иногда Как Сглажать Ты Любит Как Да Нет Конечно Итак Вывод Вывод Из Этих Двух Заповедей Это Наше Яблоко Познание Добра И Зла Которое Мы Съедаем То Которое Открывает Нам Глаза Что Мы Ноги Ногата Символ Греховности В Библии То есть Мы Видим Что Мы Грешники Заповедь Открывает Нам Вид На Грех Наши Глаза Открываются И Мы Становимся Мы Понимаем Что Мы Находимся С Богом В позиции В конфронтации Мы Не Хотим Жить Так Как Он Говорит Мы Не Можем Это Сделать Потому Что Наша Плоть Против Этого И Вот Здесь Начинается Духовная Борьба После То есть Как Мы Можем Преодолеть Вот Это Вот То есть Как Мы Можем Тогда Богу Угодить Если Ни Одного Нет Человека Который Не Был Б Грехшим Который Б Соблюдал Эти Заповеди И Как Мы Можем Угодить Богу Стремиться К И Что Ты Думаешь Богу Этого Достаточно Стремиться Ладно Конечно Понятно Надо Стремиться Там И так Далее Если Мы Хотим Единства С Богом Если Мы Хотим Достичь Вот Этого Действительно Настоящей Истинной Нирваны И тому Подобное Слиться С Богом С Брахманом Или Как Вы Там Называете На Я Не знаю Не Суть То есть Мы Хотим Быть С Богом Вместе Рядом Чтобы Свет С нами Любовь Была С нами Жизнь Была С нами Мы Жили Вечно Но Как Мы Можем Угодить